тысяч шесть за месяц. И ходить я туда должна с восьми утра до четырех дня. В таких условиях оказалась врачная и унатолог высшей категории Елена Красноружских. Она работает в роддоме при краевой больнице скорой медицинской помощи номер два. 8 апреля всех сотрудников роддома отправили на простой, оставив от зарплаты две трети оклада. Сколько вы уже потеряли? Ну и сотрудников? Ну половину точно. То есть человек пятьдесят-то, наверное, точно. А еще больше сотни специалистов в подвешенном состоянии. То, что роддом при БСМП номер два хотят закрыть, сотрудники слышат давно. После появления дара тяжелых рожений свезут туда, а местные палаты пустуют. В 2022-м здесь приняли 589 родов, тогда как в 2018-м их было больше двух тысяч. Ранее мы делали об этом материал, тогда главврач Александр Берестенников заявлял, что ликвидировать роддом не будут. И все ждали новую маршрутизацию беременных, после которой поток пациенток сюда должен был вырасти. Оказалось наоборот, роддом лишили работы. В связи с обращением главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи номер два, временно сложившемся кадровом дефиците медицинских работников родильного дома, с первого апреля временно приостановлена маршрутизация беременных в вышеуказанную медицинскую организацию и определена маршрутизация беременных женщин, низкая и средней степени риска, закрепленных за вышеуказанной медицинской организацией в родильный дом номер 2 до решения кадрового вопроса. С нового года в роддоме нездоровая атмосфера. По словам Елены Красноружских, на сотрудников давят, спрашивают, куда они собираются уйти работать. А недавно им принесли опросник, куда просили вписать новое место трудоустройства. И все это на фоне формулировок Минздрава о дефиците сотрудников. Но и поиска кадров все это время не велось. Главный вопрос, конечно, об изменении маршрутизации, который был издан приказ 31 марта. Естественно, каким образом будут поступать пациенты, если издан такой приказ о временном изменении маршрутизации в связи с дефицитом кадров в родильном доме. Конечно, вроде бы кадры начали дефицит проявлять. Но опять, почему только поиск именно работников был опубликован от 3 апреля. Больше 30 специалистов роддома обратились за юридической помощью. Ведь по трудовому кодексу в режиме простоя работникам должны платить две трети зарплаты, а не оклада. Если их вины в простое нет. Пока же получается, что работники могут быть виновны в плачевном состоянии дел роддома. Не выдерживая морального и финансового давления, некоторые ушли в отпуск с последующим увольнением. При этом узкие специалисты, например, неонатологи, в Барнауле могут и не найти свободных ставок. Работу бы не хотелось менять. У меня есть где работать. Меня педиатром возьмут хоть куда, но... Коллектив сложился? Очень, очень невероятно жалко. Я там 20 лет отработала. Очень жалко просто. Но люди вообще никого не интересуют. Тем более внутреннее состояние. Сотрудники написали заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру. Получив ответы, обратятся в суд и будут отстаивать свои права. Специалисты считают, что роддом, полвека принимавший тяжелых беременных, нельзя закрывать просто так. Режим простоя продлится до июля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.